Так, послушаем классическую телегу, которая тоже для меня даже в свое время стала открытием, но теперь уже, конечно, таким не является. Чего? Бля, задолбали, Юрий, гм, вообще меня интересует гм. Если гитарист плохой, то почему его поставили в 2003 году на 17-23 место? Потому что журналы говно. Журнал, они его поставили, он крутой. А что за набор бреда? Ты выпил, что ли? Сейчас сегодня что, получается, в субботу вечером уже пьяный. Очень тихо здесь хайлайт. Ой, боже мой. Ты просто всегда думай, как бы, кто? Задавай вопрос. Я помню, это документ был у Логвинова, который толстый обзорщик игр. Типа, Антон, а как вы относитесь к тому, что у вас какой-то там низкий рейтинг? И он задал гениальный вопрос. Среди кого, блядь? И вот здесь то же самое. То есть, когда журнал поставил, фрущенты на первое место, блядь, а мастер на второе и снова на первое, и все на первом. И хамит годы подряд занимать первое место. Просто первый вопрос, а кто, блядь, в этих журналах ставит? Кто? Ниже редактор, там, тынк условный, который просто не сможет даже гитару без срача взять? Или слушатели несчастные, какие-то 15-летние шкальцы, которые просто на гитаре именно максимальную фальшь творят? Кто? Или какой-нибудь продюсер, который просто впаривает всякий кал. Ставит на это место. Кто, блядь? Кто? И все. Поэтому такой вопрос задавайте всегда, и все будет понятно. Журнал, ну, шкалота даст. То есть обычные сраные, плохие школьники, которые просто, типа, включили какую-то мотню и думают, что они металлисты крутые и так далее. Поэтому это, ну, просто пиздец. Мнение журнала — это ни о чем. Я потом читал такие журналы, которые хвалили китайский шепотрет, домашний хай-фак, который слушать невозможно было больше такого мнения журналов. Ну, как бы уж тем более музыкальные журналы. Это когда просто вообще. То есть все, как бы я говорю, что я сам, когда только вот начинал, можно сказать, все этот гитарный путь, да, какие-то начала там нулевых, когда какой-то интернет появился, да, какие-то форумы. И были, опять же, журналы — это «Гитарс Магазин», ну, которые, типа, в Мусторге там сначала подавались, а потом бесплатно раздавались. И я эти журналы читал захлеб. И, поскольку ты, как бы, еще относительно молодой, да, как бы, и кажется, что ты, как бы, сверху тебе дают журнал некий, ты открываешь, и ты же даже не думаешь, что могут написать какие-то люди, которые вообще про гитару еще не понимают. И читаешь все эти статьи, там, про какие-нибудь примочки, допустим, типа, какое-нибудь переиздание, там, такое-то, такое-то, там, тюб скримера. И, допустим, у тебя его нет, ты его никогда не слышал, ты просто читаешь, типа, да, вы знаете, этот бархатистый низ, возможно, в новом издании он немножко не такой, но это не значит, что он хуже. Ведь дело в том, что все мы привыкли, там, просто такая вода, вода бесконечная. И, наконец-то, подключим, значит, доставим из коробочки, аккуратно собрано. Да, может, педаль, конечно, и перенеслась в Китай, производство. Весь гейминговый интернет просто ржет. Кто? Кто просто ржет? Среди кого? Ну, это не сделаю ничуть хуже, потому что... Среди кого, угарный чел? Максимально тоже качественно, все блестит, все классно. Приехал на ламбе. Все, мне, честно, с этого момента уже, как бы... Что над ним кто-то ржет, можно, в принципе, не слушать. Походите по алюминии на ощупь, да, вот сейчас понюху, да, запах новой вещи, никакой китайщины. Итак, включаем. И с длителем мы слышим просто... Хотел бы я, чтобы меня на ламбе заскамили. Это раскатистые звучания аккордов. Поиграем на соло, это все просто текст, смотрите, то есть никаких сэмплов, ничего. Поиграем в соло, да, все весьма певучее, и узнаем, что тот самый тюб-скриммер. Возможно, даже что-то в нем какие-то появились новые нотки. И ты всю эту хуйню читаешь, 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 как бы... И в конце, допустим, там автор статьи Сергей Тынку. Ну, думаешь, это, наверное, какой-то гитарный гуру, то есть, который чувака там рубит, просто гатрегован, поливает, мочит, просто звук отстраивает, звуки паяет, все делает, вообще все. А потом, когда проходит год, и ты не понимаешь, что это такой Сергей Тынку? Что это человек, который просто с гитарой. Дорога, точно с Берри, сейчас проверю. Поймал, спасибо. И как он написал свои статьи про бесконечное количество там усилков, Меса, Маршал, То, Сё, какие-то педали, гитары обозревал. Что за, блядь, бред? Что за, сука, нахер, бред? И поэтому это, как бы, опускаясь с небесной земли, ты понимаешь, да? Сейчас вот Тынку может сгореть с этого, если она видит. Что это делает, и поэтому, когда мне говорят, типа... До сих пор, писать в комментах, 2022 год, уже, как бы, пошло в второе полугодие, и все равно в комментах приходит и пишет. Почему на любую? Может, он там какую-то, это... Может, там Середка была убедительная. Ну, что несешь, блядь, а вот этот журнал поставил. Я когда слышу слово журнал гитарный, ну, все. Тачки покинем. Ну, в принципе, да, не показатель, понятно. Но суть в том, что, я не знаю, типа, жалко выглядят на смешке все равно в таком случае. Именно на смешке. Сразу пойти по большому туалету. И они и над Хэммитон, то есть, если уж совсем какой-нибудь сидит человек, который тоже, там, насмехается, ну, не знаю, не по профессиональной какой-то точке зрения, блядь, а просто, типа, г-г-г-г, там, хлебный, типа, какой-нибудь. То есть, ну, допустим, то, что от Фреда, допустим, звучит как-то еще, ну, более-менее норм, а от совсем уж каких-то же кольцов, которые, типа, сами тоже, блядь, еле там как-то гитару ковыряют, типа, слышать про то, что Хэммеджух, это тоже тупо довольно. Журнал достать и, собственно говоря, использовать вместо туалетной бумаги. Биздец просто. Гитарный журнал. Да, ну, журналы это... Там Сантана стоит на высоких местах. Послушайте Сантану и все. Вопросы про журналы отпадут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...